Руслан Бармоналиев – сотрудник магазина запчастей. По его словам, из-за карантина они потеряли часть дохода. Нет, все то же самое. Стараемся начать работу в штатном режиме, с соблюдением санитарных условий. Остановка экономической активности в стране чревата гораздо большими потерями, уверены экономисты. Правительство Казахстана реально не имеет способов компенсировать все потери, которые оно само через запрет на работу создало. И все попытки правительства хоть что-то доплачивать очень быстро приведут к девальвации деньги и другим неприятным последствиям. Видимо, поэтому некоторые компании в Нур-Султане начинают свою работу с 20 апреля. Решением оперативного штаба возобновление своей работы с 20 апреля продолжает следующие организации. Первое – промышленные и индустриальные предприятия. Второе – строительные компании, производство и транспортировка строительных материалов, в том числе строительство и ремонт дорог. Третье – крупные строительные магазины. Здесь нужно отметить, что это не рынки. Четвертое – компания в сферах транспорта, складирование, сервисные компании, сельхозназначение. Пятое – автосалоны, магазины автозапчастей и станции технического обслуживания, также шиномонтаж и автомойки. Следующее – химчиски и прачечные, также ремонт оргтехники. Данные виды деятельности будут продолжать работу с 9 утра до 18.00 вечера. Что касается банка второго уровня, при 50% от общей штатной численности с коротким графиком работы до 16.00. Также продолжают работу нотариусы, которые будут осуществлять деятельность по предварительной записи. Правда, есть ряд условий. Возобновление работы возможно при соблюдении графика с 8 до 6.00. Это касается всех, за исключением стройкомпаний. Богатейшим строительным компаниям дали послабление. Благодаря их лобби они могут работать в круглосуточном режиме. Второе условие – часть сотрудников перевести на онлайн. Например, административный отдел, бухгалтерию и экономистов. И главное требование – безопасность персонала. Весь персонал, который заступает на работу, подлежит обязательному измерению температуры. А для этого нужны термометры, которые измеряют температуру на расстоянии. Есть требования обязательно организации рабочего места. Это наличие медицинского пункта с изолятором на средних и крупных предприятиях. Постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены. Проведение инструктажа среди работника о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, а также отследование их неукоснительного соблюдения. Использование масок или респираторов в течение рабочего дня с условиями их своемлевренной смены. Наличие антисептиков, максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте. После того, как карантин официально будет закончен, народ сразу вырвется на улице и перестанет мыть руки и носить маски. А это может повлечь за собой, условно говоря, вторую и даже третью волну, уверены врачи. Видимо, поэтому по поручению главного санитарного врача страны снижение карантина будет происходить постепенно. Боуржанший Ахмед Ахмедя Ильясов, Столичное бюро ТДК-42